Послание святого апостола Павла к Колоссянам, глава первая. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссях, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога, невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, Который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно.